Ах, Сочи! Летняя столица России! Так называют этот город неофициально. Самый оживленный морской курорт. Его прекрасная линия побережья протянулась от Лазаревского района до Адлера. В Сочи, наконец, встречаются и завораживают своим союзом горы и море. Субтропическое буйство природы и эстетика архитектурных форм. В Сочи только пляжи, вдумайтесь, 170 и гостиниц, страшно сказать, 2500. А сколько достопримечательностей прямо сейчас? Отправимся в путь, чтобы показать 10 локаций, которые входят в обязательную программу посещения. И именно они передают дух этого города, его историю и давно стали настоящими большими символами Большого Сочи. Парк Дендрарий. Зеленое сердце Сочи. Так говорят об этом прекрасном месте. Дендрарий всегда был чуть ли не главным пунктом в программе экскурсии по Сочи. Но говорят, что после премьеры отечественного фильма о Чебурашке, который именно здесь снимали, хлынула новая волна гостей. Места хватит всем, поверьте. Это действительно огромный парк. 50 гектаров, который вряд ли можно полностью исследовать за один день. Но канатная дорога ускорит путешествие по аллеям и дорожкам на разных уровнях высоты. Здесь высажены растения со всего света. И в какой бы сезон года вы не заглянули, обязательно что-нибудь цветет. Парк разбит на ландшафтно-географические отделы. Они представляют суперропические леса Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии. Ну и, конечно же, родную кавказскую флору и, конечно, фауны экзотической. В специальных вольерах живут попугаи, страусы и павлины. Морской вокзал. Морской вокзал Сочи. Памятник архитектуры федерального значения. И этим все сказано. Интереснейшее здание в стиле «Сталинский ампир» открыто было в 1955 году. И отреставрировано к Сочинской Олимпиаде. Вокзал увенчан башней со шпилем из нержавеющей полированной стали. Высота 71 метр. Над тремя ярусами башни скульптуры мужчин и женщин, которые олицетворяют четыре времени года и четыре стороны света. Ну и, конечно, морской вокзал славится и притягательной атмосферой порта, где пришвартованы десятки сверкающих белых яхт разного размера и очень разной стоимости. Это место прекрасно и солнечным утром, и жарким днем, и на закате, и в темноте, когда включается все его эффектное освещение. У вождя народов было множество летних дач, но именно сочинская считалась его любимой. Понять почему можно еще на подходе к зданию в тенистых аллеях парка. И там же настроиться на нужную атмосферу, представить, кто здесь бывал и какие решения принимались. Здание на вершине горного хребта между Мацестинской долиной и Огурским ущельем. На высоте 160 метров над уровнем моря уже не так знойно и влажно, как внизу. Именно такой воздух рекомендовали вождю врачи. Дача была постоянным местом отдыха Сталина и его семьи с конца 20-х годов. Он приезжал сюда ежегодно в августе и жил до конца бархатного сезона. Последний визит состоялся в 1950 году. Дача с тех пор сохранилась практически без изменений. Туристы советуют прогуливаться внутри в сопровождении экскурсовода, чтобы точно понимать, что за вещи и детали интерьера представлены и какую роль они сыграли. Горная ферма Если вас утомил шум и блеск курортного города, советуем отправиться в горы на одну из сочинских ферм-сыроварин. Там вас ждет тишина, неповторимые виды, единение с природой и много всего вкусного. Есть такая ферма, например, в поселке Красная Воль. Интереснейший агротуристический объект. Здесь можно не только погулять в садах, но и заглянуть в атмосферные деревянные загоны, чтобы познакомиться с обитателями. Козами и козлятами разных пород и мастей, милыми телятами и прочей фауной и флорой. А еще можно организовать фотосессию в живописных сельских декорациях. Здесь же на ферме работает своя сыроварня. В кафе предложат отведать авторские сыры и купить с собой множество деликатесов из коровьего и козьего молока. От качуты и бураты до пармезана, выдержанного в глиняном сосуде с лавандой. Атлерское форелеводческое хозяйство – самое крупное из аналогичных в России. Его построили в 60-х годах. С тех пор здесь выращивают форель всех самых ценных и значимых пород. Например, ратушная. И, конечно, занимаются научной работой. Сотрудники вывели несколько собственных пород. Они называются адлер и адлерское янтарное. О жизни рыбы, от их ринки в инкубационном цехе, на кульного пруда экскурсоводы знают все. Более сотни искусственных водоемов, расположенных на реке Мзымта в окружении гор. Туристы едут сюда не только понаблюдать за редким видом производства в окружении красивых пейзажей, но и порыбачить. В аренду дают снасти, беседку и мангал, чтобы тут же приготовить улов. Ну, или можно купить готовые продукты в фирменном магазине. Салухаул. Это маленькое село в Лазаревском районе города-курорта Сочи – ценнейший туристический объект. 30 километров вверх от Дагомыца, по горной дороге, и вы попадете на родину российского чая. Во-первых, в селе расположились масштабные и очень живописные плантации, на которых и сейчас выращивают экологически чистый чай. А во-вторых, именно здесь находится дом музея Иуды Кошмана, основателя отечественного чаеводства. Первые кустики, выращенные в нашем государстве, до сих пор растут во дворе его усадьбы. Здесь вам расскажут все о процессе сбора и производства. Откроют тайну, как с одного и того же куста получается черный, зеленый, красный и даже белый чай. Угостят ароматным напитком с блинами и домашним вареньем. Также в Солохауле можно посетить мужской монастырь «Крестовая пустыня». Поклониться его святыням и отправиться на прохладные целебные источники. Дальше прогулка на водопады. Их по склонам гор течет множество. Ну и, конечно, стоит побывать в экстрим-парке. Кроме незабываемых видов, здесь предложат прогулку на воздушном шаре с невероятными панорамами гор вокруг или с ветерком прокатят на БТР. Совсем бесстрашным туристам советуем испытать себя на одном из самых длинных зиплайнов в России. Вам предстоит километр полета над горной долиной реки Шахе. Копилка впечатлений от отпуска рискует быть переполнена. 33 водопада. Эту локацию мы настоятельно советуем посещать в ранние утренние часы. Пока здесь не очень многолюдно. К обеду на деревянных помостах становится уже теснее. 33 водопада в Лазаревском районе – одна из самых интересных и популярных природных достопримечательностей. Находится она на правом притоке реки Шахе. Само горное ущелье – часть Сочинского национального парка. Осмотр не займет много времени. Круговая тропа длится меньше километра. Ходить нужно по деревянным мостикам с перилами. Турист увидит каскад из 17 разнокалиберных водопадов. От крытышей чуть более метра до 10-метрового потока. Реликтовый колхидский самшит, стволы которого покрывает колоритный мох. Говорят, что именно здесь снимали эпизоды знаменитой киносказки «Садко». Изображая жизнь подводного мира, актеры ходили между необычными самшитовыми деревьями. Советуем посетить и сравнить жизнь и сказку. Гора Ахун Еще одна классическая локация экскурсий по Сочи – гора Ахун. Путь до нее совсем недалек. Только посмотрите, какие пейзажи отсюда открываются. Примерно такие виды можно запечатлеть самому, если подняться на смотровую площадку башни на самом пике. Великолепное здание в романском стиле чем-то похоже на сказочную крепость, в которой дракон заточил принцессу. На самом деле башню построить велел Сталин в 30-х годах прошлого века. Так рассказывают экскурсоводы. А еще уверяют, что в хорошую погоду с башни можно рассмотреть даже кромку турецкого берега. Впрочем, зачем нам берег турецкий, если стоит повернуть голову и открывается бескрайняя морская лазурь или пики Кавказских гор. Парк развлечений Это первый в России тематический парк, в основе которого сказки, фольклор и богатое культурное наследие нашей Родины. Аттракционы не хуже заморских, а вот персонажи, аниматоры в парке родные сердцу и знакомые каждому ребенку с детства. Кстати, это тот самый парк, где интересно будет не только малышам, но и каждому взрослому. В парк можно приобрести единый входной билет и посетить множество развлечений для любого возраста. Олимпийский парк Ну и, конечно же, на первом месте наследие грандиозного спортивного праздника Олимпийский парк. Пожалуй, теперь это главная достопримечательность. Центральный комплексный объект зимних игр 2014 года и место проведения в России чемпионата мира по футболу 2018. Сердцем Олимпийского парка стал стадион Фишт, рассчитанный более чем на 40 тысяч зрителей. Его окружают в ледовой арене и другие спортивные объекты. Бывшая Олимпийская деревня, а ныне туристический кластер. У кромки моря тянется красивая набережная. И все это просто умопомрачительно выглядит именно в вечернее время. Шоу поющих фонтанов – это одно из грандиозных представлений Олимпийского парка. Оно неизменно собирает сотни зрителей. А это была программа ТОП-ТОП-10 достопримечательностей Большого Сочи. Наш рейтинг, который действительно было ну очень сложно составить. Настолько богата курортная столица яркими локациями. И если вы хотите поделиться своим опытом или советом для туриста, добро пожаловать в комментарии к этому выпуску на канале Кубань24Док. А десятку лучших пляжей Сочи и все главные развлечения горного кластера в летнее время обязательно покажем в следующих выпусках нашего телевизионного гида. Не пропустите и отличного вам отдыха!